Прямо на побережье Атлантического океана. Сюда мы приехали для того, чтобы заселиться на виллу. Где-то я слышал, что его называют цветом яиц дрозда. Какой-то один известный интерьерный журнал объявил этот трендом на 2019 год. Ну так вот, вот это вот решение, оно было уже пять лет назад. Страна встречает своих героев. Доброе утро, друзья. Ну что я могу сказать? Утренняя прогулка по горам принесла свои плоды. Мы нашли нашего дрони, как его он называет, и он практически цел. У него пострадала только одна лопасть, ну так вот при визуальном осмотре. Ну немножко ободрался, но это в общем ничего страшного. Камера цела, все цело, но самое главное содержимое похоже цело. Вчера был явно не наш день, потому что судя по всему у нас еще и микрофон накрылся. И мы писали целый день плохой звук на петличный микрофон. В общем, сегодня мы все исправим. Мы возвращаемся в Кейптаун. Мы находимся в Кэмсбэй. Это пригород Кейптауна, прямо на побережье Атлантического океана. Сюда мы приехали для того, чтобы заселиться на виллу. Мы остановились на ней 5 лет назад, и нам очень понравилось, поэтому решили повторить этот опыт. И сегодня я вам покажу интерьер этого замечательного места. Сначала мы попадаем в небольшой дворик. Здесь катки с какими-то растениями. Здесь отличное красивое дерево, которое создает тень. И очень красивый цвет, такой серо-зеленый у фасада, в традиционной такой вагонке. Мне очень нравятся, конечно, контрастные рамы. И здесь, если обратить внимание, есть такая белая растекловка. Это не растекловка, это решетки. Тогда-то они, видимо, поставлены были для безопасности. Но в общем, в целом добавляют также и характер этим окнам. Из этого дворика мы попадаем сразу в огромную гостиную. Здесь есть несколько зон отдыха. Здесь есть рабочее место там в углу с таким клисмусом, отделанным чеканкой. Здесь вот одна диванная группа. Причем все это выглядело 5 лет назад совершенно по-другому. И это очень нравится. И это как раз подтверждение тому, что всего лишь какая-то текстильная декорация, смена текстильной декорации, смена декора, арта может привести практически полную трансформацию интерьера. Здесь у нас также диванная группа, на которой располагаются гости, видимо, смотрят телевизор, торшер. Ну и как во всех уголочках какие-то такие вот интересные предметики. И гостиная переходит в кухню. Кухня, причем, находится на уровень ниже. И здесь получается такое сидение вот на пуфиках, как у барной стойки. А с этой стороны уже такие полноценные барные стулья. Ну и также обратите внимание, что полностью отсутствуют верхние шкафы. Все решено с помощью нижних шкафов. Какой-то один известный интерьерный журнал объявил этот трендом на 2019 год. Ну так вот, вот это вот решение, оно было уже 5 лет назад. Открытые полки. Тоже такая довольно трендовая последнее время история. Ну, как вы понимаете, здесь она появилась тоже значительно раньше. Мне очень нравится, конечно, вот этот фактурный автомат по продаже Кока-Колы, который, ну, винтажный, понятно. На кухне тоже, естественно, арт. Причем арт тоже поменялся. Здесь был другой в прошлый раз. Ну и также обратите внимание, что столешница выполнена из нержавеющей стали. Это на самом деле очень удобно, и я до сих пор не понимаю, почему у нас все пытаются сделать из чего-то невероятного. Хотя вот есть там практичный, долговечный материал, который, кстати, очень и очень уместен именно вот в таких проектах, когда разные люди гостят на этой вилле. Ну и, конечно, выход на террасу. Ну и, конечно, терраса. Это самое главное достоинство этой виллы, потому что здесь потрясающий вид на Атлантический океан, на гору Винная голова, и это полноценное пространство для отдыха и развлечений. Есть лежанка, на которой можно почитать книгу. Есть огромный стол на 8 человек, а при желании сюда можно еще доставить стулья и посадить гораздо больше, и приглашать сюда гостей устраивать вечеринки. Очень нравятся мне эти раздвижные двери, с помощью которых можно регулировать поступление сюда солнечного света. Отсутствует нижнее ограждение, оно воздушное, точнее, вот в этой вот части, поэтому вы можете наслаждаться вместе с видом на океан еще и видом на зелень. Ну и, конечно, что и довольно редко здесь есть сауна. Ну и, конечно, для сауны отлично подходит такой вот бассейн, куда можно окунуться. Ванная комната довольно просторная, здесь есть душевая, здесь есть ванна с окном, с видом на океан, ну и умывальник такой встроенный в нишу вместе с антикварным зеркалом. Мне это очень нравится, что здесь и в ванной комнате используются различные такие вот винтажные какие-то аксессуары. Это и картинки, и вот корзина для белья. И очень интересно, здесь необычно, я бы так сказал, решили вопрос с аксессуарами. Вместо бумагодержателя используется вот такая деревянная миска, видимо, традиционная какая-то африканская, а вместо полки миска каменная, вместо полки в душевой. Обратите внимание также, что стены везде деревянные, покрашенные в такой цвет очень интересный, серо-голубой. Где-то я слышал то, что его называют цветом яиц дрозда или переплы, не помню. Вот плитка здесь только, мозаика исландца только в зоне душевой, что в общем и правильно. И сделан еще из стали сплэшбэк для умывальника. Ну и что касается ванны, и душевой в том числе, потому что традиционно для Южной Африки нет ручных душ, и это минус. Но плюс то, что здесь наполнение через перелив. Это удобно, потому что не торчат никакие изливы, соответственно, о них никто не ударится, и также ухаживать проще, то есть меньше грязи. Ну и вот эти вот массивные деревянные полки тоже, конечно, находка для этого интерьера. Ну и зеркала, зеркала везде. Также системы хранения вынесены в ванную комнату. И это какие-то, судя по всему, недорогие системы хранения, но они покрашены в цвет стен, и это, в общем, смотрится довольно элегантно. Я не исключаю то, что это в том числе может быть и Икея, потому что сейчас появились и у нас компании, которые занимаются таким апгрейдом Икеи. То есть просто предлагаю для стандартных модулей, для стандартных ящиков более интересные дверки, дверки с какой-то фактурой, или покрашены какие-то необычные цвета. Ну и можно сказать, один традиционный минус – это отсутствие какой-либо гигиены у унитаза. То есть это, конечно, не суперкруто. Унитаз приличный, дуровит, хотя модель достаточно старая. Система инсталляции гиберит, а вот гигиена не предусмотрена никакой. Ну и что касается экономии воды, то смотрите, как работает смеситель Ханс Гроя. То есть сейчас используются такие специальные аэраторы в ЮАР для того, чтобы, особенно в Капской провинции, для того, чтобы максимально экономить воду. Спальня имеет свой отдельный балкон, можно сказать, такой французский балкон, и выход на террасу. Здесь тоже такое немножко винтажное кресло на винтажном же килиме. Сама спальня не очень большая, но, в общем-то, это и логично, то, что здесь мы только спим, поэтому зачем она нужна такая огромная? Три вида стен, можно сказать, здесь серые, такой под цемент, и отделка серо-голубой вагонкой, которая, собственно говоря, и переходит в ванную комнату. Я имею в виду отделка вместе с вагонкой. Кровать достаточно удобная, с текстильным изголовьем. Тумбочки, судя по всему, также изготовлены на заказ, как и все остальные деревянные элементы. Какие-то полки, которые мы видели в гостиной. Ну и такой винтажный комод с винтажным же зеркалом. Смотрится очень здорово, очень фактурно и очень уместно. Ну и здесь также есть определенные элементы декора, то есть в таких вот узких световых окошках над тумбочками статуэтки, какой-то арт. И мне очень нравятся здесь такие необычные ролл-шторы, выполненные из такого тростникового какого-то плетения. Уже так довольно уместно в этом регионе, на мой взгляд. Итак, друзья, на этом наше большое южно-африканское путешествие заканчивается. Мы сейчас находимся, кстати, тоже в очень симпатичном и знаковом месте. Это называется Раундхаус. Это теперь ресторан, а до этого это был пункт наблюдения, который построили голландцы. С него они наблюдали как раз за бухтой, за бухтой Кэмпс-бэй, за бухтой Кэмпс, получается. А потом один из губернаторов Сомерсет, или Сомерсет, англичанин, когда они уже взяли власть в Капской провинции, превратил этот Раундхаус в охотничий домик, откуда они с друзьями направлялись в сторону Сталовой горы на охоту. Ну а потом возвращались и здесь обедали. Надо сказать, что Сомерсет был такой очень неуживчивый человек, и у него было больше врагов, чем друзей. Об этом и говорят, кстати говоря, картины, которые размещены здесь. Здесь картины современного южноафриканского художника. С этим здесь все в порядке. Друзья, я надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Вы нашли для себя что-то интересное, но мы точно для себя нашли. Не все было однозначно, и не скажу то, что нам все прямо понравилось, и все шло гладко. Юханнесбург, да, наверное, стоит посетить, но я думаю, что нам хватит точно Юханнесбурга. Самое яркое впечатление для меня было музея Портеида, но все остальное так, постольку поскольку. Сан-Сити – это вообще полный провал, и даже говорить не хочу, потому что, ну, конечно, это фейк, это картонная история, не рекомендую. Притория, с точки зрения истории, интересно, но только с точки зрения истории одного дня на изучение этой истории вполне достаточно, что, в общем-то, мы и сделали. С Киптауном, конечно, все было значительно лучше, значительно интереснее, впрочем, как и в прошлый раз. Нам здесь очень понравилось. Хотя, конечно, не без приключений. В винных регионах, да, мы побывали, но умудрились разбить дрон, потерять его, найти. И в итоге, конечно, все закончилось неплохо. Ну и заканчивали мы путешествие здесь, в Кэмпсбэе, на замечательной вилле, в которой мы останавливались и в прошлый раз, и в этот раз. Она видоизменилась, она стала другой, но она не стала хуже. И ее я, конечно, тоже порекомендую. Вообще, все ссылки на отели, они всегда в описании, так что, если вам что-то нравится, переходите по этим ссылкам, смело бронируйте, и получите такие же незабываемые эмоции, которые получаем мы в своих путешествиях. Надеюсь, что ваши будут не менее яркими. Друзья, если вам понравилось наше путешествие, ну и этот эпизод в частности, точнее, обзор этой виллы, то не забудьте поставить лайки. Если есть вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под любым видео, это не имеет значения, я отвечаю абсолютно всем. Ну и, конечно, если вы не подписались, то подпишитесь. Это не последние путешествия, будут еще не менее интересные. Мы отправляемся домой. Ну а вам пока и удачи. Увидимся в следующих путешествиях, в следующих видео. Все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok